Добрый день всем! Сегодня оператором буду я. Взяла камеру. Сейчас мы поднимемся наверх и посмотрим, чем же занимается мой муж. Мой оператор. Иду медленно. Эту лестницу взял муж сам. Такой он у меня мастер. Сейчас покажу, как вверху. Здесь 15 ступенек. Вот эта комната у нас оставалась одна, недоделанная. Сейчас вот мы недавно в ней пол сделали. Постелили линолеум. Здесь вообще-то, наверное, планируется кабинет мужа. Сейчас мы посмотрим, что он делает. Привет! Привет! Мы тебя не застали врасплох? Нет. А что-то, не знаю, в резкости, не в резкости. Не вижу. Вот так. Вот так, наверное. В рабочей одежде. Смотрите, сколько это вот будет его рабочий стол. Сколько здесь аппаратуры. Это его увлечение. А там, где он сейчас стоит, это компьютер там у нас. Вот эту полку тоже муж делал сам, книжную. Здесь почти все техническое. Сколько лет назад делал? Сколько? 30. Здесь почти вся техническая литература. Тут темно, не видно. Тут на фоне окна не будет. Здесь не видно ничего, да? Здесь еще софа у нас стоит, но она завалена еще инструментами, деталями, проводами. В общем, еще. Это старая-старая софа, самая первая, наверное, наша покупка. Нет, первый у нас был холодильник, когда мы женились. Так что осваивает комнату. Комната большая, 20 метров. Сколько точно? 4. На 5, 20, что ли? Вот. Вот такой мы здесь пол сделали. Кстати, вот эта вот лавка. Для чего ты такую лавку делал? Расскажи мне. Это 200 кустаря. И это он себе делал верстак. И работал на нем. Еще дарелать надо, конечно. Ну, пока так вот. Вот лестница. Вот дверь, где мы сейчас были в этой комнате. Дальше идет стенка. Следующая комната. Дверь открыта. И здесь еще дверь открыта. Здесь у нас на втором этаже душевая кабина. Ну, вот так. И там, направо, туалет. Заходим в комнату. Вторая комната направо, на втором этаже. Она тоже 20 с лишним метров. 20-21. Здесь сразу у нас стоят два шкафа одинаковые. О, вот так. Ну, старенький телевизор стоит, который мы не пользуемся. Большое окно. Здесь у нас планируется выход на балкон. Но балкона пока нет. Темновато, да? Ну, кресло я люблю на нем. Немножко посидеть. Комод. Здесь кровать большая. Одна стена у нас сделана. Вот такими обоями. Хочу показать вам покрывало. Это я его сама шила. Лоскутное мое покрывало. На полу, видите, вязаные кружочки. Но тоже моя работа. С одной стороны. С другой стороны. Вот комод один. С одной стороны. Ну, салфетки лежат. Видно будет или нет. Но. Это я. На фотографии. С другой стороны стоит стульчик. Мы сюда все не занесем. Две тумбочки. Светлые к этой кровати есть тумбочки. Но пока сюда еще не занесли. И второй такой же комод. Ой, как засвечено. Второй такой же комод. Над ним картина. Это я тоже делала. Ну, сейчас такие картины продаются. Это не вышивка. Это такие мелкие-мелкие детали. Мне племянница привозила упаковочку этой картины. И я занималась с ней. Сидела вечерами. Зашли снова к маме в комнату. Смотрите, чем она сегодня занимается. Смотрите, чем она сегодня занимается. Она нас заставила вчера вытащить прялку. Вытащить вот эту вот... Как называется? Вот эту вилку? Вилку, да. Табуретки приделали. Вон железку вилку эту укрепили. Сидит, работает. Появилось желание. Я люблю это. Очень люблю. И хочу. А оно сразу никак не получалось у меня. Я разозлилась на нее. Давай массаж делать этим пальцем. Не сразу не получалось. А уже несколько лет назад ты эту прялку... Говоришь, спрячьте ее. Шерсти уже у нас нет. Работать с шерстью я не буду. И мы ее завернули в старую занавеску. Завязали и спрятали. А теперь вот все достали. Захотелось ей поработать. Шерсть есть, да? Да, достали прялку ее. Эта прялка покупалась когда... Ты помнишь? В Воронежской области мы летом приезжали в гости к бабушке. Помню, помню. С Вовкой с этим царем мы поехали. Анечку с собой повезли. Аня, у тебя нашей было лет 6-7. Да. Это, наверное, 1984 год. Рассказывай. Вот как. Вот. Приехали. И на рынок пришли. А там не было этого человека, который прялки придает. Мы начали спрашивать их, где он живет. Спросили. Приехали туда. А там, наверное, дочка говорит. А его нет, он не скоро приедет. А вы что хотели? Я говорю, прялку я хочу купить. О, всталит лестницу, на потолок полезла. Стаскивает оттуда вот две такие прялки. И Барк Люкову, я говорю, обе, наверное. Ну, я в шутку так сказала. Вот и купили мы эту прялку. Я столько лет работала. И пух, козий, и всякие шерсти вязала это прялок. А сейчас вон нога болит у меня. Я ее массажировала, массажировала. Зарядка для ноги. Да. А помнишь, в какой деревне прялку-то покупали? Карачан называлась эта деревня. Карачан. Воронежская область. Да, в Воронежской области. Карачан. Мы там тогда и молока купили. Вовку прям целую банку схватил. Бабка, я говорю, тебе деньги отдам. Только давай с банками. А как потом эту прялку в Ашхабад везли? А вот так вот, поездом я везла ее. На поезде. С собой вместе, да? Она со мной ехала, да. А потом я там где-то увидела еще такая прялка. Кто-то ведет, думаю, ну вот, видишь, не одна я. Ой, дай Бог, чтобы еще буду ломать пальцы там, крутить их, чтобы они работали. Достали любимую игрушку мамину. Еще носочки будем вязать. Нас много, у нас тут детей много. Привет вам от нас, от всех и от меня. Работайте давайте, учитесь и вязать, и прясть. Все равно это надо в жизни. Вот как я хочу.